Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о культурах, которые есть, конечно, на вашем участке. Это чеснок и лук. Июнь месяц. Эти культуры хорошо поднялись. Если вы обрабатывали, по нашим советам, их нашатырным спиртом, на все многие задают вопрос. Вот мы нашатырным спиртом обработали два раза. Надо ли еще обрабатывать? Надо, но не нашатырным спиртом. Потому что в эту пору начинают закладываться и у чеснока, и у лука, соответственно, луковицы. Закладываются луковицы. А нам что необходимо? Чтобы эти луковицы хорошо вызрели и хорошо хранились в дальнейшем. Поэтому сейчас подкормка озимого чеснока и лука репчатого будет заключаться в подкормке фосфорно-калийными удобрениями. По луке я потом остановлюсь. По луке еще можно и азотную давать, но это на сенцах лука. А так на сенцах лука, и он тоже фосфорно-калийную подкормку. Потому что фосфор и калий, они ускоряют созревание луковиц, увеличивают их размер, соответственно, и урожайность повышается. Если этого не сделать, не дать фосфорно-калийное удобрение, значит, ваш чеснок может плохо храниться зимой. Луковицы повышаются недозревшие, а вот именно эти два элемента как бы очень помогают. Что можно сделать? Ну, тут есть как бы несколько вариантов. Вариант первый, что можно взять суперфосфат и можно взять хлористый калий. Да-да, хлористый калий идет на луке и на чесноке. Его можно применять. Берем, значит, мешаем, например, полу ложки суперфосфата, полу ложки хлористого калия, размешали, и это можно просто посыпать в родочки. Посыпать в родочки, пролить эту почву между родами. Мы проливаем. Ну, конечно, можно делать немного по-другому, потому что то, что мы сыпаем, это как бы большие дозы. А есть в дозировках гораздо меньше. Чайная ложка на ведро воды на 10 литров монокалийфосфата. Берем вот это очень красивое такое удобрение, хорошо растворим его в воде, растворяем эту чайную ложку на ведро воды и с опрыскивания или любого пульверизатора мы проходим по чесноку в вечернюю пору и наш чеснок опрыскиваем. Наш чеснок быстро усваивает и калий, и фосфор с этого удобрения. И, соответственно, он дает потом полновесные луковицы, которые не загнивают во время хранения и будут долго лежать, вплоть до нового урожая. А сейчас я расскажу о луке. Если вы следовали нашим советам, значит, вы уже подкормку нашатырным спиртом лука сделали. Ну, и как результат, наш лук, видите, такой красивый, темно-зеленый. Луковая муха на него не напала. Ну, и добавок нас между родами лука, что растет морковка, которая также сбивает с толку нашего вредителя. Ну, надо ли подкармливать лук? Ну, замечу так, что вот такой лук, который уже вырос, есть это еще начало месяца, июня. Но если подкармливать можно азотным удобрением, дать еще последнюю азотовую подкормку. Что используется в качестве азотной подкормки? Это может быть мочевина, это может быть сульфат аммония. Без разницы. Любой сочек удобрений, ложка на ведро воды, и лук лучше подлить, почему подлить лук? Потому что у лука, как у чеснока, корни не очень сильно развитые. Они находятся в верхнем слое почвы. И растение поэтому, соответственно, не может усвоить большой объем питательных веществ. То есть ограничена корневая система, и слабые корни, поэтому лучше жидкая подкормка. Жидкая подкормка преобразит ваш лук. Ну, а если уже прошло 15 июня, в средней полосе, значит, надо лук уже наш готовить к зимнему хранению. То есть, чтобы лук лица сама подготавливалась. Поэтому мы будем подкармливать суперфосфатом и хлористым калием. Уже азотных удобрений мы в второй половине июня давать уже под лук не будем. Будем вносить. Норма, значит, внесения полстоловой ложки одного, полстоловой ложки другого на один метр квадратный. Но, опять же, лучше все это растворить в воде. Суперфосфат предварительно растворить в горячей воде, потому что он плохо растворяется. И взять, пролить по нашему луку. Ну, точно так же по луку вы можете использовать, как и по чесноку, монокалийфосфат. Значит, это калийнофосфальное удобрение. Там дозировка еще меньше. Чайная ложка сверху на 10 литров воды. Такая подкормка очень благоприятно отзовется в нашем луке. Он, значит, во-первых, сохранит свою жизненную силу. Будет такой же темно-зеленый. Будет хорошее крепкое перо. Соответственно, его луковицы будут хорошо вызрывать, хорошо наливаться. Ну, сразу наливаться, потом вызрывать. И будет хорошо храниться зимой. Потому что многие замечали, что как бы потом, к времени уборки, лук бывает толстошейка. Есть луковицы, которые такие толстые, не вызревшие. А это результат того, что вы увлекаетесь азотными подкормками. Не важно, минеральное это или куриный помет, это все азотная подкормка. Эта подкормка затягивает рост, соответственно, лук плохо вызрывает, и потом плохо хранится. Так что не забывайте об этом. Это культура, которая требует малого количества удобрений. Замечу еще также, из своего опыта, что я вот посмотрел, настои трав на лук и чеснок действуют не очень хорошо. Как бы сильно эффекта я не заметил на этих культурах. Но лук и чеснок очень хорошо взрываются на полив хлебным настоем. Ну, это хлебные корочки. Эту технологию уже видели в интернете не один раз. Хлебные корочки заливаются горачей водой. Они сутки настаиваются. И после этого один литр такого раствора на 10 литров воды. И проливаем по нашим растениям. Такая подкормка хлебным настоем, можно сказать, она очень стимулирует хорошее развитие лука и чеснока. Ну, для чеснока зимнего это уже не актуально. Это актуально еще для летнего чеснока. Поэтому, опять же, возьмите свету на заметку. Подкармливайте свой лук, особенно, который вы выращиваете на севок, который выращивает из семян, чтобы получить туковицу. Настоем хлебных корок. Ну, если нет хлебных корок, есть такое удобрение, оно называется «Рост момент». Взяли «Рост момент», растворили по инструкции эти дрожжи и подлили ваш лук и чеснок. Ну, точно так же можно использовать и обыкновенные дрожжи. Обыкновенные дрожжи хлебопекарные, которые есть в продаже. 100 грамм на 10 литров воды. Опять же, этим настоем пролейте ваш лук и чеснок. Вы посмотрите, как они сразу повеселеют, как они сразу появятся, какая-то жизненная сила. Они станут хорошо расти и, соответственно, одарят вас хорошим урожаем. Так что вам хороших урожаем. Не забывайте об этих культурах. До свидания.